Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Трейсер. Примерно месяц назад я был в Кривом Роге. Мы посещали с командой Дан Геон одну крутую шахту. И сегодня мы вернулись для того, чтобы не спуститься в самой низкой шахты, потому что вы еще не набрали 200 тысяч лайков, а для того, чтобы спуститься в другую шахту. Она не такая глубокая, не такая красивая, но в ней еще вообще никогда в жизни никто не был. Мы будем практически первоисследователями этой шахты. Я надеюсь, что ролик сегодня получится крутой. Смотрите, сколько мы с собой набрали снаряжения. Вот ребята уже переодеваются, у нас полный багажник снаряжения. В общем, сейчас я тоже переодеваюсь, и мы отправляемся в нашу экспедицию. Привет, я Мастер Хломастер. И на моем канале ты уже можешь найти много полезных видео для себя. Например, сейчас мы работаем над самодельным картингом. И когда доделаем, хотим разыграть его среди своих подписчиков. Еще вам всем очень повезло, потому что именно сейчас я провожу розыгрыш Mi Band 4 в своей группе. Всю информацию вы можете найти под моим последним видео. Подпишитесь на меня, чтобы не пропустить еще крутых роликов. Я гарантирую, что вы не пожалеете. Мы переоделись, наша экспедиция уже начинается. Смотрите, сколько мы с собой барахла несем. Кстати, нашли такую конструкцию. Фиг вам какой-то. Все понемножку что-то несут, но Денису самая сложная миссия. Он вниз спускает веревку. Но самое, наверное, сложное будет вверх поднимать. Смотрите, какое красивое место. Нам сейчас с этим всем снаряжением нужно в самый низ вот этой, так сказать, ямы спуститься. Так, ребята, мы спустились уже вниз. Здесь красотища. Коля, куда нам дальше нужно идти? Нам нужно подняться в этот участок. Пройти там, находится такая как равнина. И за холмом раскрывается провальная воронка небольшая, которая сошла и обнажила вход в старинный дореволюционный рудник, ребята. Как раз туда мы движемся. Ну что, погнали. Вроде подъем несложный, но вот эта порода, она осыпается. Идем, ребята, такими то ли кустами, то ли лесами. Не знаю, как это правильно назвать. Но Коля нас настоящий сусанин повел самым, наверное, легким путем. Итак, ребята, мы пришли. И сзади меня находится такой красивый-красивый уже вид. Нам сейчас нужно спуститься вон туда вниз. Где-то к тем деревьям примерно мы завяжемся веревками. И будем спускаться уже вглубь вот этой воронки. Офигеть, ребята, какой вид! Вы только посмотрите. Коля уже спустился вниз туда. Нам сказал сильно не орать, потому что порода здесь очень нестабильная. И любое такое звуковое колебание может спровоцировать падение породы. Не хотелось бы, чтобы нам сверху на голову какой-то камушек упал. Несмотря на то, что у нас все по технике безопасности. У всех есть каски. И как бы все равно не хотелось бы камнем по голове получить. Мы, ребята, спустились уже вниз. Буду говорить немножко потише. Смотрите, какая красивая стена. С нее, конечно, могут осыпаться камушки. Я так понимаю, все вот эти камушки, которые снизу, они уже осыпались. Да, и может какой-то камушек упасть на голову. Что будет совсем не прикольно, потому что камень размером с кулак, в принципе, ну, дырку не проделает вон. Но будет все равно очень больно. Итак, ребята, мы спускаемся уже внутрь грота. Здесь главное, чтобы ничего на голову не упало. Нужно немножечко вот так пригнуться. Пройтись по таким вот камушкам. Мы спустились немножечко ниже. Сюда снесли все наше снаряжение. Сейчас здесь где-то завяжем веревку. И будем протягивать ее вдоль вот этого тоннеля. Тоннель этот не очень длинный. Сейчас мы пройдемся с вами буквально пару метров вперед. И вы увидите, куда мы будем в нем спускаться. Вот мы видим уже под ногами, у нас есть такая пропасть. И мы будем вон туда, вглубь ее спускаться. Какая там глубина, мы можем лишь догадываться. Потому что это очень старый заброшенный рудник. И здесь по следам не видно, чтобы кто-то лазил туда. Конечно, туда когда-то лазили шахтеры, которые здесь когда-то работали. Но в такое более-менее уже наше свежее время туда, скорее всего, никто не попадал. И мы будем, наверное, первые, кто туда отправится. Итак, ребята, мы с Женей пошли уже прокладывать первые веревки. Вот тянется веревка, вон впереди Женя. И я тут несу еще одну веревку. Она такая запачкана. Все, Женя пришел. Короче, сейчас к вот этой веревке, которую Женя притянул, мы привяжем вот эту. И по вот этой будем спускаться туда вниз. Надеюсь, нам ее хватит. Потому что если не хватит, придется довязывать. Давай, давай руку. Лучшая страховка, это рука братюни. Классно там. Но он очень длинный может быть. Да, первый, да? Да, я первый пойду. Бум. Спускаем уже понемножку туда веревку вниз. Так она что-то не очень хочет туда вниз спускаться. Застряла уже, где-то зацепилась за какой-то камушек. Короче, сейчас спускаем. Я буду первый туда спускаться по этой веревке вниз. Ну что, ребята, наступил этот момент. Сейчас я буду спускаться в вот эту пропасть. Прямиком в ад туда. Ну все, погнали. Ну что, ребята, я надеюсь, это видео заслуживает лайка. Поэтому ставьте лайк. А я пошел туда вниз. Лайк. Надеюсь, мне сейчас ничего на голову не упадет. Фух. Ай, камень на голову уже упал. Итак, ребята, я уже спустился, ну, наверное, метров 15-20. Дна я, в принципе, еще не вижу. Здесь у нас запуталась вся веревка. Сейчас буду их немножко распутывать и прокидывать ниже. Что-то у нас тут уже, ребята, есть. Вот такая небольшая пещерка. Ммм. И с этой стороны что-то есть у нас. Тоже такое углубление. Но мы пойдем пока что вниз. Максимально-максимально вниз. Там сверху стоят ребята. И когда я был немножко выше, то я еще видел от ребят свет. Сейчас я его уже не вижу. Веревка у меня заканчивается. Но в рюкзаке есть еще одна. Если все, придется доращивать. Не знаю, было ли вам слышно. Коля меня только что спрашивает. Что там, Сережа, видно уже первый горизонт? Я говорю, уже два было. Он говорит, так что ты не заходишь? Надо же в самый низ спуститься. Короче, ребята, третий горизонт уже. Веревка практически заканчивается. Но у меня в рюкзаке есть еще одна веревка. А я сейчас заточу ее. И буду еще ниже спускаться максимально, как это только возможно. Потому что я хочу попасть в самый-самый, что не есть, низ туда. Спускаемся еще ниже. Все, конец веревки. Дотачиваем веревку. И идем еще ниже. Меня слышно? Я решил, ребята, пока что ниже не спускаться. Я связывал, ребятам, чтобы кто-то мог еще ко мне спуститься. Я пока подготовлю веревку, по которой мы будем еще ниже спускаться. Тем временем, пока кто-то ко мне спустится. Короче, ждем. Пока ко мне кто-то придет. Чтобы вы понимали, в общей сложности я спустился уже около 70 метров. А туда вниз еще, ого-го, как далеко. Я не знаю даже, сколько метров туда вниз. Ну, короче, сейчас я вот эту веревку подготовлю. Мы ее доточим. И поедем на ней, короче, в самый-самый низ. Итак, ребята, мы здесь чуть-чуть поднялись на горизонт. Смотрим, здесь даже следов человека нет. Мы, можно сказать, первые следы здесь оставляем. Видно только, что вот сверху что-то капает. Иногда, наверное, вот такие следы. Кстати, тут еще одна получается для спуска шахта, да? Дай мне, пожалуйста, руку. Так, вот такая страховка у нас, ребята, аналоговая. Да, тут, короче, можно исследовать и исследовать кучу всего. Вот, короче, вот этот столб шахты, по которому мы спускались. Вот веревка. И сейчас ребята сверху придут. Ну, короче, здесь очень большие, реально, лабиринты. Сюда можно на пару дней в такую экспедицию уйти и все исследовать. Вы ниже же не ходили, да? Я был метра три ниже. Там меньше места, чем тут, чтобы сидеть. Вообще, я думал, когда все спустятся, ниже начать спускаться. Ага, все равно, все так, ну, хороший, только крутой, мне нравится. Итак, ребята, сверху остался только Денис и Женя. Женя решил охранять сверху нашу веревку, чтобы ее никто нам не срезал, и мы туда вниз не упали. И прежде чем Денис спустится, мне нужно спуститься сейчас в самый низ, посмотреть, хватит ли нам веревки. Потому что если нам не хватит веревки, Денис нам должен будет скинуть вниз более длинную веревку. В общем, погнали. Так, ребята, я погнал еще ниже. Честно, пока все спустились, ну, почти все, здесь мало воздуха, мне уже, короче, дышать стало тяжеловато немного. Начинает как будто бы крутиться в голове. Вот, кстати, узелок, который я навязал. Сейчас надо перестегнуться. Немного, тут чуть-чуть. Так, я перестегнулся, ребята. Узел вроде надежный, на ютубе такой видел, так что, думаю, выдержит. Шучу, на самом деле узел надежный. Капец, ребята, это упал мой свет. Тот свет, который очень мощный, без которого мне, наверное, нифига тут видно не будет. Все, ребята, я, походу, спустился в самый что ни есть ад. Да, вон мой свет. Не знаю, где аккумулятор от него. Но, походу, я уже в самом низу. Пацаны! Воу! Я на дне! Так, ребята, нашел аккумулятор. Вон лежит фара. И здесь, короче, кусок отломался. А нет, так и должно быть. Давайте проверим, или она работает вообще. Тут на скотче все держится на соплях. Так. Заряд еще есть. Свет есть. Так. Из этой дырки, в общем, я спустился. Перейдемте туда. Посмотрим, что у нас там. Оу! Под ногами такая каша. Бяка-билибердяка. Я не знаю, сколько лет здесь не ходили люди. Так. Следов вообще никаких не видно. Тупик. И тупик. В принципе, все. Можно говорить ребятам, чтобы сюда спускались. Скажу вам, ребята, мы больше, чем на 100 метров спустились вниз. Ну, прикольно. Сейчас буду ждать тут, ребят. Пусть мне кто-то водичку спустит. Вот столько еще осталось веревки. Ребята! Тупик! Тупик! Глухой! Я жду вас с водой! Ну что, ребята, мы уже находимся на самом-самом днище. Наверное, блин, больше 100 метров. Потому что первая веревка была около 70 метров. И вторую, ну, практически целиком я по ней спустился. Она была примерно метров 50. Здесь тупик. Ничего нету. На самом деле, по-своему, очень прикольно. Здесь, кстати, уже чувствуется, что мало кислорода. И, скорее всего, надо долго здесь не задерживаться, а подниматься вверх. Потому что там мы, когда были на горизонте, там еще какой-то кислород был. Но я уже здесь нахожусь, наверное, около час. И я чувствую уже, что у меня начинаются такие легенькие головокружения. Возможно, какая-то там первая стадия гипоксии. Поэтому буду стараться не задерживаться, а подниматься наверх. Но прежде чем подниматься, нужно дождаться ребят. Потому что, ну, без друзей в таком... Ай-ай-ай-ай-ай! Камнепад какой! Кто-то спускается, короче, наверное. И вслед за ним идет такой большой камнепад. Так, давайте еще раз возьму фару. И еще раз вам все внимательно и тут покажу. Вон оттуда сейчас кто-то ко мне будет спускаться, нести мне водичку. Здесь, возможно, был какой-то горизонт, но его засыпали. Либо это просто камни сверху падали, засыпали все. Сюда, возможно, какая-то влага попадала. Потому что такая бяка-билибердяка. Здесь тупичок. Тупичок. И давайте в самый конец. Вот, кстати, мои следы. Пока что первые. Не знаю, за сколько лет. Может, за 100 лет. Может, больше, чем за 100 лет. Вот здесь первые следы мои. Прикольно, на самом деле, в таких местах бывать, где очень давно никто не был. Все. Здесь, походу, по каким-то причинам приостановилась добыча какой-то породы. Кстати, интересно, вот почему оно такими круглыми пупырышками. Вот такими. Кстати, как будто это какой-то пластик. Или, не знаю, может, каким-то... Непонятно, что это. Сейчас Коля спустится. Коля расскажет. Потому что он по шахтам. По шахтерскому, так сказать, делу. Ну, не то чтобы спец. Но больше меня знает. Вот, кстати, здесь уже явно так видно. И эту штуку очень легко пальцами можно так обрушить. Вот сидишь тут такой, ждешь, когда к тебе кто-то спустится. И думаешь, как бы в тебя никакой камушек не попал. Поэтому я, ребята, отошел вот так вот в сторону. Сижу, ребята, уже около 15 минут. Жду, когда ко мне кто-то спустится. Ребята уже кое-как там начинают ко мне спускаться. Кстати, решил поставить над собой такой эксперимент. Выключил полностью свет. Здесь идеальная темнота. Сюда вообще никак не проходят никакие источники света. Никакой индикации там у меня на камере. Нигде ничего не было. И минут 5 так посидел. Прикольное ощущение. Ничего не видно. Хотя рукой возле себя проводишь. Тебе хочется придумать, что типа ты ее видишь, но ты по факту ее не видишь. Это так дико, когда ты подносишь к себе руку вот так. У меня идеальное зрение, но я все равно не вижу. Потому что здесь идеальная темнота. Прикольное по-своему ощущение. Но одному здесь долго находиться как-то не очень прикольно. Не могу сказать, что мне страшно. Здесь очень круто. Я очень рад, что мы сюда приехали. Надеюсь, вам это видео тоже понравится. Слышу, уже кто-то болтает. Наверное, уже ко мне кто-то подходит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хотел на тебя посвятить. Что? Чувствую здесь немножко метан, плохой воздух. Да? Да. А я думаю, у меня мультики почему. А? А я думаю, что у меня мультики. Сейчас будешь уходить, тут нельзя оставаться. Да. А здесь тупик, здесь уже тяга не может ниоткуда идти. Здесь походу стоящий воздух. Нельзя здесь долго оставаться. Как раз на переходе с предыдущего горизонта я почувствую изменение запаха, изменение воздуха. Вот чувствую немножко примесь, как будто бы, наверное, метан. А что, плохо этим метаном дышать? Ну, конечно, да, нежелательно им было дышать. А что от этого может быть? Ну, отравление, можно потерять сознание. Я понял. У меня уже головокружение на прошлом горизонте было, поэтому я, наверное, буду подниматься вверх. Я буду стараться, наверное, за счет того, что тяга хорошая сверху, но такая специфика рудника не совсем обычная. Здесь не совсем, ну, не до конца он проотпроветривается. Ну, ты, короче, пройдись влево-вправо, но тут тупики на самом деле. Сверх интересного ничего нет, но круто, что мы все-таки попали сюда. Да, супер, мы их дышим до самой дичьей точки, и дальше только уже подъем, подъем вверх. Коля говорит, что здесь пахнет каким-то метаном, поэтому я буду, ребята, уже подниматься вверх, тем более, что такие легкие головокружения у меня уже были на предыдущем горизонте. Ребята, эй! Стойте, эй! Не ерзай, пожалуйста. Эй! Денис! Бля, Коля, не ерзай, пожалуйста. Я поднимаюсь! Я к вам поднимусь, тут тяжело дышать просто. Итак, ребята, в связи с тем, что здесь плохо дышать, можно получить какое-то оздоровление. Я цепляюсь к этой веревке и поднимаюсь вот таким вот образом вверх. В принципе, подниматься здесь очень легко. Можно сказать, я на ногах поднимаюсь, а жумаром просто подтягиваюсь. Ну и, конечно же, жумаров стёгнут в страховочную систему. Коля говорит, что там метаном воняет. Ты что, кто-то бждон? Может быть. Ну скажу так, сверхинтересного там ничего нету, но для галочки стоит спуститься обязательно. Ребята там снизу, а я уже начал понемножку подниматься туда вверх. У меня ещё где-то, наверное, половина осталась. Я полез сверху для того, чтобы сменить сверху Женю. Женя охраняет наши верёвки, чтобы их никто не обрезал. Буду охранять их я, и я хочу, чтобы Женя спустился вниз. А то он, бедненький, там сидит, нас охраняет. Как всегда, кстати, сверху Женя дежурит. Вон, тоже пещерка какая-то, но в ней тупик. Бля, Серёга, красавчик. Что там вообще как было? Я был, походу, ребята, в аду. Очень круто. Снизу. Да? Да. Молодец. Дырка туда больше 100 метров. Я уже поднялся, сейчас хочу выйти на улицу, немножко подышать воздухом. Кстати, я ещё не вышел на улицу, но уже приятно, потому что какие-то такие кусочки, или как сказать правильно, свежего воздуха попадают мне в лёгкие, и это очень приятно, потому что там было мало воздуха, и было очень пыльно. Идёмте, короче, на улицу выйдем. Серёга, на самом деле твои видео должны собирать гораздо больше просмотров, чем они собирают. Ну, это чисто моё субъективное мнение, потому что то, сколько ты сил тратишь, сколько ты фантазируешь, чтобы снять видео, добраться, найти нужных людей, и сколько ты тратишь сил, чтобы спуститься в ту же шахту, потом обратно добраться домой. Я считаю, что есть люди, которые получают свои просмотры. Ничего не делай, а ты как бы тратишь тонну сил, и по итогу выходит, ну, так себе. Поэтому те, кто ещё не подписан, подписывайтесь на Серёгу. Кто ещё не успел поставить лайк, ставьте, потому что даже я не залез туда. Это уже уровень, я вам так скажу. Ещё, ребята, примерно месяц назад на моём канале вышло видео, где мы спускались в шахту на глубину 300 метров, а её полная глубина 1000 метров. И я там сказал, если это видео соберёт 200 тысяч лайков, то мы спустимся на 1000 метров, то есть мы купим верёвок 1000 метров, соберём команду, спустимся, и всё будет круто. То видео собрало что-то 600 или 700 тысяч просмотров и всего лишь 100 тысяч лайков. В принципе, если бы каждый, кто посмотрел его, поставил бы по лайку, то мы бы уже, наверное, сегодня спускались не на 100 сантиметров, а на целую тысячу. Поэтому где-то тут выскочит подсказка, если не смотрели это видео, переходите, смотрите, ставьте лайк. Если смотрели, но не ставили лайк, вернитесь, поставьте лайк. И тогда, возможно, в следующий раз мы уже спустимся на целую 1000 метров. Но это видео подходит к концу, нам, правда, ещё осталось тут это подождать, пока ребята поднимутся, собрать верёвки и уехать домой. Но для вас это уже конец видео, так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. С вами был Сергей Трейсер, всем до новых встреч, всем пока! Нажать, а надо крышку открыть. Слышишь, так он тут... Мы всех подняли, точно.